Привет! Меня зовут Павел и сегодня мы поговорим о том, как читать книги. О том, как я читаю книги и о том, как я это советую своим ученикам. Я покажу вам свои инструменты и то, как я это делаю, как я это советую и как, по моему мнению, это в целом эффективно. Сегодня я вам покажу два инструмента и два способа, которые, я думаю, что вам будут крайне полезны. У нас есть чат GPT, он абсолютно бесплатный. Вот он, пожалуйста. У меня есть для него простенький промпт. Разбери, пожалуйста, любой последующий отправленный текст, исключительно с испанского на русский, на составляющий. Объясни, по каким правилам склонялись слова. Отдельно покажи, какие у слов переводки. Если слово в множественном числе, покажи его в единственном. Если слово склонялось во времени, покажи мне это слово в настоящем. Приведи исходные формы измененных слов, укажи их в перевод. Время. Если есть в тексте устойчивые конструкции, идиомы или фразеологизмы, выдели их в отдельные строчки. Покажи перевод. При анализе текста разделяй его на предложение для удобства. Анализируй мое предложение, выделяй жирным шрифтом для удобства очевидения. И потом подробный разбор. В конце предложения приведи полный перевод. Итак, мы его просим об этом. Он говорит, да, конечно. Сегодня я для вас выбрал комедия де локос уровня B1 от Пако Артита. Я недавно вам про него рассказывал. И вот, пожалуйста, есть небольшой для этой цели текст. Пожалуйста. Я сбрасываю ему текст. И он начинает его разбирать. Давайте посмотрим, что он нам предлагает. Я вам сейчас покажу, почему этот инструмент здоровский. Барселона ему, собственно, не склоняется. Согласен. С. Это форма глагола быть. В настоящее время третье лицо, единственное число. Абсолютно согласен. То есть, С. То есть, это либо СОЙ, РС, С. Либо, если мы говорим по-аргентински, то это СОЙ, СОС, С. Итак, мы видим С. Это ЭЛЬ, ЭЯ, УСТЭТ. Отлично. Работает. Дальше. УНА. Дальше. Неопределенный артикль женского рода единственного числа. Сто процентов. СИЮ ДАТ. Существительность женского рода. Потому что ДАТ. Все логично. ДА. Переводится как ГОРОД. Нет никаких претензий. Д. Предлог, указывающий на принадлежность или характеристику перевода ИЗ или О. А я бы еще посоветовал бы, что Д достаточно часто можно легко переводить как, ну, переводить его как родительный падеж. КОГО ЧЕГО. То есть, что-то, кого, чего. Сейчас вам это дело покажу. ЛЁКОС. Мы видим на конце букву С. Это значит, что это множественное число, скорее всего. Давайте проверим. Существительное ЛЁКО во множественном числе мужского рода переводится как БЕЗУМИН, СУМАШЕДШИЙ, ЧОКНУТЫЙ. То есть, ЛЁКОС это СУМАШЕДШИЕ, ЧОКНУТЫЕ БЕЗУМЦЫ. Единственное ЛЁКО. Барселона это город безумцев. То есть, мы видим Барселона, он, она, УСТЭД является каким-то городом безумцев. Хорошо. Давай следующее предложение. ЭС. ЛЯ СЮДАТ. ЛЯ СЮДАТ. То есть, у нас есть уже определенный артикль женского рода, который указывает, что именно этот конкретный город. Не какой-то там, а именно этот конкретный город. То есть, этот город является, то есть, который или что. Ну, в целом, это можно использовать абсолютно параллельно. ЭЛИХИО. ЭЛИХИО говорит нам о том, что это прошедшее время, прошедшее завершенное время в третьем лице. То есть, ЭЛЬ, ЭЖА, УСТЭД. Опять же, если мы говорим о ком-то в третьем лице. Смотрим. ЭС мы уже знаем. ЛЯ, определенный артикль женского рода, единственное число 100%. СЮДАТ. КЕ. Относительное местоимение, перевод который или что. ЭЛИХИО. Форма глагола ЭЛИХИР. Выбирать прошедшее время. То есть, ВЫБРАЛ. То есть, форма глагола ЭЛИХИР. То есть, что выбрал. Кто? Себастьян. Все. Отлично. Вот оно, наше третье лицо, о котором мы говорим. То есть, вот оно, наше прошлое. Он нам указал в прошедшее время третье лицо единственного числа. Хорошо? Хорошо. Нравится вам? Пожалуйста, работайте. Да, действительно, есть кое-какие моменты, о которых я бы добавлял. Но для общего комплексного понимания текста, чтобы вот просто скормить ему текст и просто пусть он работает, ну, подходит мне очень даже. То есть, на первых порах я делал именно так, потому что мне было очень тяжело разбирать текст. Я просил об этом чате GPT и со временем я начал понимать логику текста и перешел к способу номер два. Авриль – это женское имя. Но, если мы сомневаемся, мы можем проверить здесь. Вот, Авриль. Смотрим. Авриль, Эврил, Аврилия, Авриль. Все. Это имя. Тут как бы, ну, не докопаешься. Следующее. Мира. Мы не видим здесь акцента, значит, это настоящее время. Я-то знаю, что это слово склонено, но предположим, что я не знаю. Смотри. Мира. Мирар. Все, нам предложили. Вот, мы находимся в контексте. Реверсо. Мирар. Смотреть. А почему мира? Потому что нам надо зайти в спряжение и посмотреть. Итак, вот мы видим испанский. Заходим. Я-то знаю, что это настоящее время. Ну, давайте предположим, что я не знаю. Мирар. Смотреть. Проспрягать, пожалуйста. Вот мы смотрим на настоящее время. Миро. Мирас. Мира. То есть, эль. Эжа. Устед. Он, она. Или он, она, она, вы. Авриль. Она смотрит час или время. Ну, это расхожая конструкция. То есть, для ора она смотрит время. Она смотрит который час. Эн. Су. Целлюляр. Эн. Это нужно знать. Но давайте посмотрим, что такое эн. Вообще, честно говоря, я не хотел выбирать вещи с А1. Но давайте посмотрим. Переходим в контекст. Вбиваем контексту эн. Скажи мне, пожалуйста, контекст, что такое эн. На, по, во, за. На самом деле, не всегда это работает таким образом. Но в данном случае, в данном контексте, это действительно на. Итак, Авриль смотрит в настоящем времени, который час, на Су. Су. Я-то знаю, что такое Су. Давайте посмотрим. На. Он, они, свой. На своем. На своем. Свой. То есть, Авриль смотрит время на своем. Целлюляр. Это телефон. Ну, это я уже не хочу теперь разбирать. То есть, Авриль смотрит на который час или на время на своем телефоне. Дальше. Давайте посмотрим что-нибудь с временем прошедшим, чтобы показать, как работать с этим инструментом. Авриль. Эмпесо. Я-то знаю, что такое Эмпесо. Вот. Эмпесо. Я-то знаю. Забиваем. Видим предложение. Эмпесар. Хорошо. Эмпесар. Начала. Началось. Эмпесар. Хорошо. Мы знаем, что это Эмпесар. Но почему Эмпесо? Мы переходим в спряжение. Мы выбираем испанский. Мы вбиваем Эмпесар. Просим проспрягать. И ищем. Я знаю просто, что это претериту перфекто симпле. Вот. Эль эжа. Эмпесо. То есть, он, она или он или она в уважительной форме начала. То есть, она начала. Я, конечно, еще хотел бы поискать еще какие-то устойчивые конструкции, чтобы показать, что контекст еще работает с различного рода фразеологизмами, фразеологемами или какими-то устойчивыми языковыми конструкциями. Работает нормально и контекстом. Итак, смотрите, у нас есть конструкция АВСС. Если вы не знаете эту конструкцию, вы ее не поймете. Но смотри. Если разбирать пословно, то получается какая-то билиберда. То есть, смотри. ВСС. Это много ВС. Это раз. Есть конструкция АВСС. И он ее знает. Иногда, порой, часто, временами, подчастник. Я согласен с этими переводами. И я вам покажу третий способ. Здесь есть небольшие сложности. Допустим, такое бывает у вас. Например, реверсу не выкупил. Мы пишем. АВСС. Сюда. Пишем Spanish Dictionary. Sometimes. Мы гоним вот сюда. Sometimes. И переводим на русский. Иногда, порой, часто, подчастник зачастую. SpanishDictionary.com Отлично работает в переводе. И даже самые упоротые, классические, какие-то атовизмы или абсолютно какие-то архаизмы SpanishDictionary знает и знает достаточно круто. И опять же, этот инструмент также бесплатен. Вы можете просто параллельно работать в два реверса. То есть, у вас один реверсу будет заниматься с испанского на русский. Другой у вас будет работать с английского на русский. По-моему, очень круто. Если было полезно, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Там же оставляйте несколько комментариев. Был вам рад. Welcome, пожалуйста. Есть предложения, пишите в комменты. Хотите поддержать канал, ссылки в описании. Хотите научиться испанскому, испанскому из Аргентины и Уругвая, пожалуйста, пишите ссылки в описании к данному ролику. Счастья, добра, позитива.